МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От этого заболевания страдают около 380 миллионов человек в мире. И по неутешительным прогнозам специалистов, к 2035 году это число увеличится в полтора раза. Болезнь нередко протекает бессимптомно. И постановка диагноза зачастую является неожиданностью и следствием простого анализа крови. При этом последствия могут быть крайне серьёзными. От ампутации до слепоты. Здравствуйте! Сегодня речь в диалоге о здоровье пойдёт о диабете. Как не заболеть или качественно улучшить уровень жизни, если это всё-таки случилось? Эти вопросы через несколько минут мы зададим врачу-эндокринологу. А пока короткая справка из истории болезни. Диабет известен учёным с древних времён. Описание его симптомов встречается в древнеегипетских манускриптах, датированных 16 веком до нашей эры. Предполагается, что описанная в них болезнь – это диабет второго типа, а диабет первого типа – относительно новое заболевание, которое появилось лишь около 200 лет назад. До открытия инсулиновой терапии больные диабетом первого типа, как правило, умирали. Впервые инсулинотерапия была применена в 1922 году. А уже на следующий год в Швеции пятилетнего ребёнка с диабетом перевели на регулярные инъекции инсулина. И несмотря на болезнь, он благополучно прожил ещё почти 70 лет. С тех пор инсулин стал настоящим спасением для людей с диабетом. А сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Знакомьтесь, Яна Леонидовна Навменова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, заведующий отделением Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, сначала мы поговорим и разберёмся с терминологией. Что же такое диабет? Сахарный диабет – это заболевание, для которого характерен повышенный уровень глюкозы в крови. На сегодняшний момент эта патология приобретает характер неинфекционной эпидемии и является очень важной социальной проблемой и не только для конкретного человека, но и для государства в целом. В начале программы мы уже упомянули о том, что сахарный диабет стремительно набирает обороты. За последние 10 лет насколько этот скачок произошёл? Статистика свидетельствует о том, что за последние 10 лет количество заболевших с сахарным диабетом увеличилось в 2 раза. И по прогнозам Международной диабетической федерации количество пациентов с сахарным диабетом к 2035 году составит примерно 592 миллиона человек. А с чем же связан такой прогрессирующий рост заболеваемости с сахарным диабетом? Я думаю, прогрессию этого заболевания можно связать в первую очередь с урбанизацией. Это можно объяснить тем, что современный человек очень мало двигается, употребляет очень большое количество вредной пищи, высококалорийной, которая приводит к тому, что люди стремительно набирают вес. И заболеваемость с сахарным диабетом, соответственно, связана с увеличением веса человека, которое определяет механизм развития данного заболевания. А что происходит в организме человека при сахарном диабете? При сахарном диабете повышается уровень глюкозы в крови. Глюкоза является основным субстратом энергии, который необходим для питания абсолютно всех клеток нашего организма. Источник глюкозы являются углеводы, которые поступают в организм с пищей. 50-60% всей съеденной пищи в течение суток составляют углеводы. Но при сахарном диабете возникают причины, которые препятствуют проникновению глюкозы в клетки. При распаде углеводосодержащей пищи глюкоза всасывается в кровь и поступает к клеткам организма. Однако у некоторых людей не вырабатывается инсулин, который является ключом для проникновения глюкозы в клетки. А у некоторых людей инсулин вырабатывается, но нет условий для того, чтобы этот инсулин правильно работал. Возникает невосприимчивость клеточной мембраны к глюкозе. И глюкоза циркулирует в крови в повышенном количестве, но она не поступает в клетки. И клетки испытывают состояние энергетического голода. В результате чего страдают все виды обмена. Как белковый, как липидный, так и углеводный обмен. Врачи различают диабет двух типов. Они имеют общее название, но различную клиническую картину и различную терапию. Давайте остановимся на этом вопросе. На самом деле, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, существует сахарный диабет первого типа, существует сахарный диабет второго типа, специфический тип диабета и гистационный сахарный диабет. А наиболее распространенным считается сахарный диабет второго типа. Этот диабет занимает основную массу в количестве, в числе заболевшим сахарным диабетом. Механизм развития этого типа диабета связан с инсулинорезистентностью. Как я уже говорила раньше, у некоторых людей инсулин вырабатывается в достаточном количестве, но он не работает. То есть нет возможности для проникновения глюкозы в клетку. Повышенное количество глюкозы циркулирует в крови и не может попасть в клетку. Инсулинорезистентность возникает у людей с ожирением, либо с избыточным весом. Однако у некоторых людей с нормальным весом тоже может развиться инсулинорезистентность, исходя из того, что у этих людей имеется абдоминальное ожирение, которое проявляется образованием избыточного жира возле висцеральных органов, возле внутренних органов. Это является одним из механизмов развития инсулинорезистентности, приводящего к развитию сахарного диабета именно второго типа. При сахарном диабете первого типа инсулин не вырабатывается вообще или в недостаточном количестве. Этот тип диабета характерен для более молодых людей. Как правило, мы можем его диагностировать у детей, подростков, либо у лиц молодого возраста. В единичных случаях этот тип диабета может развиваться у более старших лиц, но это скорее исключение, чем правило. Но, тем не менее, такие случаи в нашей практике имеют место. Готовясь к встрече с вами, мы сделали подборку интересных фактов о сахарном диабете. Давайте посмотрим сюжет и поговорим, обсудим, насколько эти сведения соответствуют клинической картине заболевания. Связь между потреблением сахара и диабетом доказана. Исследования показывают, что сахар оказывает влияние на печень и поджелудочную железу способами, отличными от воздействия других продуктов, в конечном счете обеспечивая устойчивость организма к инсулину. Одним из источников сахара является употребление напитков. Чай со льдом, фруктовый сок и особенно газировка содержат большое количество сахара. Одна банка газировки известного бренда содержит 39 граммов сахара. Это больше, чем в шоколадном батончике с орехами и нугой. Учитывая тот факт, что некоторые люди могут позволить себе 3 или 4 банки газировки в день, это не замедлит негативно сказаться на здоровье. К сожалению, наши пушистые друзья также могут страдать от этой болезни. Кошки и собаки женского пола более подвержены заболеванию. Диабет у животных может быть вызван теми же причинами, что и у людей, а именно генетикой, диетой и недостатком физических упражнений. Владельцы балуют своих питомцев, как детей, давая им лакомство со своего стола, а впоследствии лечат их, как и людей, инсулином. Маленьким собакам обычно требуется приблизительно 2 укола в день. И несложно догадаться, что это может быть мучительно для питомца и дорого для бюджета. Посмотрели сюжет, ваши комментарии. Действительно, данные, которые были освещены в этом сюжете, соответствуют действительности. И употребление напитков с высоким содержанием сахара способствует к тому, что увеличивается вес человека. А раз увеличивается вес человека, соответственно, развивается или усугубляется и уже имеющаяся инсулинорезистентность. То есть на фоне нормального количества инсулина, либо даже избыточного количества инсулина, не может глюкоза в нормальном количестве поступать в клетки, и развивается сахарный диабет второго типа. Причем другое исследование, другие данные говорят о том, что количество сахара, которое содержится в бутылке каких-то газированных напитков, составляет достаточно большое количество. Если по-простому, мы представим себе бутылку, которая содержит в себе этот газированный сладкий напиток, и поставим кубики сахара в высоту. И вот то количество кубиков сахара, которое стоит, будет соответствовать тому количеству сахара, растворенного в данном газированном напитке. Очень сладкие напитки, они не утоляют жажду. И при употреблении этих напитков человек выпивает газированный сладкий напиток, и через какое-то время он опять выпивает такое же количество, такого же вредного сладкого напитка. Поэтому в данное время, летнее особенно, когда все хотят пить, я бы посоветовала выпивать просто простую газированную воду. Питьевую воду. Да, да, да. Либо любая вода, я не буду называть. Минеральная, не минеральная, столовая. Все что угодно, но не сладкая, потому что это не полезно. Я думаю, стоматологи тоже согласятся с собой. Ну все мы знаем, что вкусно, то вредно. Да, то вредно. Еще в нашем сюжете мы говорили о наших маленьких пушистых друзьях. Сахарный диабет – это заболевание, и бывает и у них. Да, к сожалению, братья наши меньшие тоже страдают от сахарного диабета. Это, как правило, сахарный диабет второго типа, в основе которого опять же лежит вышеупомянутая инсулинорезистентность. То есть их перекармливают животных, действительно не употребляют ту пищу, которая полезна животным. И сахарный диабет у них развивается вплоть до такой степени, что приходится использовать и инсулинотерапию, которая, в общем-то, проводится по таким же принципам, как и для людей. В сюжете уже была затронута тема употребления сахара, как одна из причин возникновения диабета второго типа. Давайте подробнее поговорим о причинах заболевания и о том, насколько при таком диагнозе, как сахарный диабет, эффективна профилактика. Причины заболевания мы, в общем-то, уже обсудили. Это инсулинорезистентность. Это слово все будут знать в конце нашей передачи. Наверное, это хорошо. Хорошо. Лишний вес, который возникает по разным причинам. Есть, конечно, генетическая предрасположенность к лишнему весу, но это очень редкие случаи. Есть какие-то сложные эндокринные заболевания, которые способствуют тому, что люди полные. Но основная причина ожирения – это переизбыток пищи. Закон сохранения энергии. Ничего из ничего не бывает. Человек много ест, и, соответственно, его вес увеличивается. И люди с ожирением – это люди в группе риска по развитию сахарного диабета второго типа. Поэтому меры профилактики, они достаточно простые. Меньше ешь и больше двигайся. Да, самая простая рекомендация – увеличить свою физическую активность. 30-60 минут ежедневно рекомендуется любому человеку в любом возрасте физической активности. Причем физическая активность должна быть подобрана индивидуально. Для кого-то просто пройти пешком возле дома, для кого-то пойти поплавать, для кого-то это фитнес, для кого-то это бег. Все зависит от индивидуальных предпочтений. Но это должно быть. Учитывая ритмы жизни современной, ежедневные физические упражнения, возможно, допустимы не для всех, но хотя бы три раза в неделю это должно быть. Это является самой надежной профилактикой для развития инсулинорезистентности, которая приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Ну и разумное питание. В идеале должен быть сбалансированный рацион. У каждого человека определенное количество белков, жиров и углеводов присутствовать в меню без голодания. Голодание запрещено, скажем так, не рекомендовано, потому что это не физиологично. Рацион должен быть сбалансирован по витаминам, по микроэлементам и не должно быть больших перерывов в приеме пищи. То есть должен быть завтрак, обед, ужин и по возможности два перекуса. Ну и, естественно, рекомендация за 3-4 часа до сна не есть. Это тоже соответствует действительности. Диабет второго типа, приобретенный, его еще так называют, может появиться и протекать бессимптомно. А вот для диабета первого типа характерная симптоматика существует. На что человеку стоит обращать внимание? Первый тип диабета, заболевание, которое протекает, дебют заболевания, очень острый. И его не заметить, в общем-то, невозможно, потому что, как правило, это маленькие дети, которые госпитализируются с кетоацидозом, с тяжелым осложнением сахарного диабета, требующим реанимационных мероприятий. Мамы детей, заболевших сахарным диабетом, говорят о том, что их дети внезапно похудели, у них появилась жажда, у них участилось мочеиспускание, изменилось поведение. И, как правило, эти дети попадают в наше отделение через отделение реанимации с таким тяжелым осложнением диабета, как диабетический кетоацидоз. Поэтому заболевание развивается достаточно остро и тяжело, и пропустить его невозможно. Однако для второго типа диабета характерно то, что очень часто люди могут находиться в течение достаточного длительного времени с высоким уровнем глюкозы, не зная об этом. И диагноз сахарный диабет второго типа устанавливается не эндокринологом, не терапевтом, а, например, неврологом, когда люди приходят с жалобами на боли в ногах. Либо, если это какая-то экстренная ситуация, у человека диагностируется острое нарушение мозгового кровообращения, при обследовании выявляется повышенный уровень глюкозы в крови. Либо пациент попадает в кардиологическое отделение с инфарктом миокарда, где тоже при обследовании выявляется повышенный уровень глюкозы в крови. Это говорит о том, что люди не обращают на состояние своего здоровья, не проходят диспансеризацию, и диабет выявляется не в дебюте заболевания, а тогда, когда уже имеется прогрессирование поздних осложнений сахарного диабета. С какой периодичностью человек должен обращаться, вставать анализ крови? Для того, чтобы вовремя диагностировать сахарный диабет, мы рекомендуем после 45 лет ежегодно сдавать уровень глюкозы в крови, для того, чтобы вовремя выявить это заболевание. Однако, если у пациента имеются анамнестические родственники с сахарным диабетом второго типа, рекомендуется сдавать раньше, особенно если это человек с лишним весом, с артериальной гипертензией и с нарушениями липидного обмена. Мы уже затронули тему осложнений при сахарном диабете. Какие еще моменты нужно знать об осложнениях этого недуга? Как я уже говорила, есть острые осложнения сахарного диабета, это диабетические комы, и есть хронические осложнения сахарного диабета, которые связаны с поражением сосудов. Причем, как отмечается поражение, как крупных магистральных сосудов, так и мелких сосудов. Органы мишени, которые страдают при сахарном диабете, это глаза, это почки и ноги. При периодическом осмотре у эндокринолога пациента акцентируют на то, чтобы он проходил регулярный осмотр у офтальмолога дважды в год широким зрачком, чтобы была оценена функция почек, и проводится специальное исследование ног, которое включает в себя осмотр, оценку пульсации на артериях стопы, и при необходимости назначается УЗИ артерий нижних конечностей. Но люди, страдающие сахарным диабетом, должны помнить о том, что за ногами надо ухаживать самостоятельно и осматривать их регулярно. Очень важен ежедневный осмотр стоп, потому что при сахарном диабете возможно развитие такого осложнения, как диабетическая полинирпатия, при котором страдает чувствительность, и в результате неправильно подобранной обуви, в результате, возможно, даже перегрева стоп. Могут быть какие-то травмы, трещинки, повреждения, которые в течение дня могут быть незамечены, а к вечеру при осмотре могут быть выявлены. И осложнения сахарного диабета с поражением ног очень часто вовремя не выявлены, не вылечены, приводят к таким тяжелым осложнениям, как ампутация нижних конечностей. Это очень тяжелое осложнение диабета, которого, в общем-то, не должно быть. И его можно предотвратить. Да, его можно предотвратить. И не надо уповать на то, что какой-то доктор посмотрит ваши ноги, вовремя выявит заболевание и назначит лечение. Надо помнить о том, что все в ваших руках. То есть то, что я говорила раньше. Мы каждый вечер ноги посмотрели, помыли, обработали кремом, не забыли о том, что надо просушить межпальцевые промежутки, потому что нарушается функция потоотделения при сахарном диабете за счет развития диабетической полинеэропатии. И одели на следующее утро удобную обувь, желательно, если есть проблема ортопедическая, после консультации с врачом-ортопедом. Так все-таки сахарный диабет – это болезнь или образ жизни для людей, у которых есть такое заболевание? Сахарный диабет – это хроническое эндокринное заболевание. И один из последних лозунгов Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что диабет – это враг, с которым можно бороться. А чтобы борьба была эффективной, надо придерживаться определенного образа жизни, который в первую очередь включает самоконтроль, регулярный осмотр у врача-эндокринолога и позитивное отношение к происходящему. Спасибо большое вам за интересную беседу. Я напоминаю нашим теледрителям, что сегодня мы общались с Яной Леонидовной Навменовой, кандидатом медицинских наук, врачом-эндокринологом, заведующим отделением Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова